Я вернулся в Северную Старую Молдованию и спросил дорогу. Река Охотный весьма толково разъяснил. Я проверил, пока здесь все сходилось. «Поберегись, эта дорога безлюдна будет», — сказал он напоследок. «Да звук, завтра вечером там будешь. Только лошади отдыхать давай». Уже в сумерке на слегу положившись вышел я в путь. Узкая тропа тянется в бескрайних грудных депр. На восходе луны проехал я мимо небольшого хуторка. Потом разрушенное еврейское местечко меняло. Все как старик говорил. А мир как притих, так все тише и тише становится. И чем тише, тем тревожнее меня. На войне тишина всегда угрозу тает, и умный свет души ее изнуряет. Первый раз я вот так, глазу на глаз, сломаюсь, остался. Поддайся ее, воробьи, ты совсем голову потеряешь. Наверное, в эти годы на поле боя всю изверу, и бешеный, и ярость, и позорный страх. А сегодня совсем что-то новое. Страх тишины, скрупный дружи, и у затрях меня. Ладно, кобыла моя дойка оказалась. От любой тени не шарахается. Женская порода стройка. И что говорить, да и по молодой вину, видать, в рог пошло. К рассвету начал он меня в сумку одеть. Ноги затекли, отяжелели. Сколько лет я их с применами взявал. А кобыла моя совсем разошлась. Порой даже ее росты подпустят. Может, думаешь, что домой в Германию возвращаемся. А сосновым боюсь, что он вверх берет, то я. Лунный свет тает, уплывает. Уже рассвет его теснет по-немногу. Ну и лунный свет так просто не сдается, уходить не хочет. Тоже схватка идет. Свет ночной, свет дневной друг друга доткнуть, заглотить пытаются. То свет, то сумерки. Вдруг лошадь резко скинул голову встал. Я чуть не опрокинулся. Придо мной стоит большое красное солнце. Знать, на него я его пернуть. Солнце покатилось дальше. В шагах перех от дороги торчит узкой кукурузой, посаженной на тонкую шею склокоченная рыжая голова. Я видел, он вырвал пистолет из кибулы и наставил на узкий потеках грязного потолу. И только тут заметил пару синих глаз под этим лун. В этих глазах их страха уже нету. Одна мольба осталась. Вот сейчас он те самые четыре слова выкрикнет, которые каждый крит, когда в одиночку с пленом дается говорить. Сталин хорош, Гитлер капут. Пожалуй, так и скажет. Скоро скажет, вовлах, спущу курок. От преступного этого заклинания, сказанного, чтобы жизнью иметь еще больше ограждения, больше ненависти. Читайте книги.